В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Пожар в одном из зданий предприятия Одесса Кондитер. В обеденное время в третьем водопроводном переулке загорелось одноэтажное здание. Сегодня примерно в час дня загорелся тарный цех предприятия Одесса Кондитер. Дым было видно во всех районах города. По информации спасателей, на месте никто не пострадал. В пожеже был присвоенный подвищенный ранг выкликов пожежи. Номер два. Всего нагасения пожежи было подано шесть вогнегасочих стволов. Задеяно 10 единиц основной и специальной пожежно-литовательной техники и 42 человека особого склада. Меньше чем за час возгорания удалось локализовать. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются. На французском бульваре разгорелся скандал из-за реконструкции детской площадки. Местные жители увидели сегодня утром в сквере бульдозеры, которые начали сносить качели, несмотря на то, что на площадке играли дети. Люди вызвали полицию, так как при себе документов у строителей не было, работы прекратили. Людей заверяют, что это недоразумение. Реконструкцию начали в рамках общественного бюджета. Стоимость работ 5 миллионов гривен. Там будут клумбы новые, тут будет детская площадка новая, здесь будет восстановлен этот замок, горка. Собственно говоря, то же самое, что тут есть, только в обновленном виде. И цена проекта? 5 миллионов гривен на восстановление всего вот этого пространства. В пятницу с местными жителями проведут собрание, где обсудят проект реконструкции детской площадки. Но пока что люди выступают категорически против работ. Мы против, потому что площадка есть, площадка нормальная. Площадку мы раз в год проверяем, красим, приводим в чувство. Это придумывая территория. В Одесской области зафиксирована уже восьмая за год вспышка африканской чумы. Сейчас очагами эпидемии являются два села. Васильковска Беляевского района и Креничкное Болградского. Всего за месяц эпидемия уничтожила 331 свинью. Специалисты убеждены, что заражение произошло опосредовательно. То есть через контакт с людьми, транспортом и кормами. В этих селах действуют жесткие карантины и объявлен режим чрезвычайной ситуации местного значения. К концу месяца Васильковское хозяйство может заработать в прежнем режиме. Самый болезненный вопрос для фермеров – возмещение ущерба. Его общая сумма достигает более 850 тысяч гривен. Районные бюджеты смогут дать меньше половины этой суммы. Помочь пообещали в областной администрации. Правда, компенсацию проведут по средней цене – 35 гривен за килограмм. Чиновники обязали местную власть поддерживать карантинный режим. Потому контрольные посты, дезинфицирующие барьеры и постоянный контроль за въезжающими транспортом и людьми будут действовать еще на протяжении месяца. Медики назвали ситуацию с гриппом и ОРВИ в Одессе предэпидемической. В настоящее время заболеваемость не превышает привычный для данного сезона уровень. Согласно прогнозам, в Украине ожидается проявление трех штаммов гриппа – Гонконг, Мичиган и Брисбейн. Для предотвращения угрозы заболеваемости врачи призывают пройти вакцинацию. Необходимые препараты продаются в городских аптеках. Ситуация предэпидемическая. Достаточно спокойная, еще есть время привиться. Единственным методом профилактики является вакцинация против гриппа. Каждый год делается совершенно новая прививка, то есть на актуальные штаммы, которые ожидаются в этом эпидсезоне. То есть прививка, которая была в прошлом году, она на следующий сезон уже не действует, только в течение года. Укреплять северную стену Белгород-Днестровской крепости будет другой подрядчик. Это случится, если компания, которая проводит работы, не успеет закончить укрепление до 1 декабря. Губернатор Одесской области Максим Степанов посетил объект и предупредил строителей. С 2015 года на крепость регулярно выделяются средства из областного бюджета, но темп работ очень низкий. Озвученные сроки окончания восстановления апрель 2018 руководство области не устраивает. Марсен, мы 1 декабря с вами здесь встречаемся. Я настроен достаточно жестко, я вам сразу могу сказать. По одной причине. Потому что у меня есть планы, я считаю, что наша крепость должна быть внесена в наследие ЮНЕСКО. Мы начали процесс оформления этих документов. Для нас это очень важно. Я считаю, что это действительно то наследие наше, которое мы должны сохранить. Естественно, при оформлении этих документов и при осмотре будет обращаться внимание на все. Можно говорить, что угодно. Но у вас работает. Раз, два, три, четыре, пять человек. В Одессе презентовали юбилейный трамвай. Новый, частично низкопольный трамвай «Каштан» собирали в вагоноремонтных мастерских «Одесс-Горэлектротранс». Он выйдет на маршрут в ближайшее время. Тут уже можно говорить, что мы вышли, если это можно назвать, на какой-то серийный вагон. То есть мы уже нашли тот салон, который, в принципе, оптимально подходит как это пассажирам, так и нам в обслуживании. Ну и что еще нового в этом вагоне-то появится, это, я думаю, январь-февраль месяц. Ну, в аналогичных вагонах это будет новый пульт и новая сама кабина. Вагон оборудован пандусом для заезда пассажиров на инвалидных колясках, визуальной информационной системы оповещения для пассажиров с нарушениями слуха и звуковой для слабовидящих. Сейчас в ремонтных мастерских находятся еще три вагона, которые совсем скоро обновят трамвайный парк коммунального предприятия. Тренироваться на обновленных беговых дорожках стадиона «Динамо» можно будет через несколько недель. Это время необходимо для соблюдения всех технологических требований. После реконструкции покрытие дорожек соответствует нормам Всемирной Федерации Легкой Атлетики. Сам проход к морю через территорию спортивной арены открыт, однако для тренировок на новом покрытии необходим билет члена сообщества «Динамо». Чтобы его получить, говорят в организации, много денег и времени не надо. Так как у нас ведомственная организация, все члены «Динамо», которые тренируются, платят членский взнос. Он составляет сумму в 100 гривен, причем не в месяц, а в год. Пусть люди посчитают, сколько это стоит. Естественно, мы хотим тех, кто посещает, чтобы, если при возможности вступали в общество «Динамо», оплачивали членский взнос, который я назвал сумму, и здесь тренировались. Приходит, пишет заявление, приносит фотокарточку, ему выписывают членский квиток. И, соответственно, он будет посещать и заниматься на базе, в данном случае, стадиона «Динамо». По мнению руководства спортивного общества, 100 гривен в год – не такая большая сумма для спортсменов-аматоров. Все средства будут направлены на усовершенствование спортивной базы «Динамо» и на охрану уже отремонтированного оборудования. В будущем на стадионе снова будут тренироваться представители сборной Украины по легкой атлетике. То, что раньше здесь выводили собак в прыжковые ямы, катались на велосипедах, на роликах, на скейтбодах – этого не будет, потому что дорожка очень дорогостоящая. Вся сумма затрат «Динамо» по вложению в спортивную базу составляет около 16-17 миллионов гривен. Вы сами понимаете, какие это деньги. И тем не менее, мы идем навстречу нашим жителям города Одессы, для того, чтобы они приводили сюда детей, вступали в общество «Динамо». К тому же у нас школа и секции, которые у нас существуют, дети тренируются бесплатно. В Одесском дворце спорта стартовал новый сезон крупных турниров. Третий этап всеукраинских соревнований по фигурному катанию собрал более 300 юных участников со всей страны. А к предстоящему в апреле чемпионату мира по хоккею начинают реконструкцию ледяной арены. Подробности у Дмитрия Богомолова. 11-летний одесский фигурист Вадим Новиков соревнуется со старшими на несколько лет соперниками. Для достижения степени кандидата в мастера спорта ему нужно было попасть в призы этапа всеукраинского турнира среди юных фигуристов. Даже несмотря на падение, Одессит выиграл бронзу. Я упал с одного прыжка. Вот такой же прыжок был первый, я его выехала. Это был каскад, это самый главный прыжок в моей программе. Были у меня неудачные попытки, вот на прыжках я не мог выехать. На прыжок я этот прыгнул в ноги, не ухо. 2006 года выступаю я в 4-5 году. Да, вот, есть мальчики старше меня на 2 года, есть на 1. Но я хочу сказать, я не отстаю. Я пытаюсь, я борюсь. Возрастные категории турнира от самых маленьких 6-летних фигуристов, заканчивая кандидатами в мастера спорта 2004 года. У каждого юного фигуриста свои кумиры. Приятно, что у одесситов это наш олимпийский чемпион. Мне очень нравится Виктор Придеренко, вот привет ему. У него руки очень вообще такие натянутые, плюс еще у него прыжки очень техничные. Мне нравятся Юдзу Рухани и Патрик Чан. Вот, они прыгают четверные прыжки, но я стремлюсь к ним. Пробуешь тоже четверные? Ну, пока нет. Я еще не все тройные прыгаю. В течение недели на большой одесский лед вышло более 300 юных воспитанников всех школ по фигурному катанию Украины. У меня каталось хорошо, но лед тут лучше. Лучше, чем в Харькове. А сегодня у нас представлено, ну, со всей Украины, естественно, те ученики, которые заявляют себя в свои соревнования. Это Киев, Днепр, Харьков, Керсон, Кривой Рог и Одесса, естественно. В Одессе в большем количестве, потому что все-таки у себя наконец-то дома, им не надо никуда выезжать, и они, естественно, участвуют все. По возрасту это дети от 2011 года рождения до фигуристов, которые уже КМС, то есть уже взрослые. Участвовали у нас пары танцевальные тоже взрослые и маленькие. Ну, у нас пока мы не идем хорошо, у нас достаточно много призовых мест. Финал всеукраинских соревнований юных фигуристов состоится в Одессе в апреле следующего года. Тогда же планируется и чемпионат мира среди молодежи по хоккею. Для этого Дворец спорта необходимо реконструировать в ближайшие месяцы. Начали с ремонта крыши. В эту пятницу пройдет бюджетная комиссия, где будут выделены конкретно на разные узлы Дворца спорта необходимые средства. Сейчас уже идет ремонт кровли, так как несколько раньше был проведен тендер. Мы сейчас ждем субвенции из государственного бюджета для приобретения уже необходимого оборудования, потому что это достаточно большая сумма, которая была и должна быть выделена из государственного бюджета и была обещана Одесской области со стороны и Олимпийского комитета, и со стороны Министерства спорта. Конечно, мы медленно идем, с опозданием, я бы так сказала, потому что, конечно, для того, чтобы принимать чемпионат мира в апреле, нам нужно сделать очень большую реконструкцию самого здания и некоторые, так скажем, усовершенствовать систему самого ледового, не ледового поля, а вокруг него, то есть там температуру на трибунах повысить. Но что могу сказать точно, что начали мы уже с реконструкции самого здания, уже начали с кровли. Через неделю начинает потолок освещения, потому что к освещению специальные требования, отдельные требования. Приступаем к ремонту, к оборудованию шести тренировок для каждой из, шести раздевалок для каждой из команд. Добавим, что в конце ноября впервые за последние 20 лет в Одессе пройдет молодежный чемпионат Украины по фигурному катанию. Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер». И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо!